Керамик Спид Драйвен Перед вами велосипед с усовершенствованной самой быстрой трансмиссией в мире. Создатели Керамик Спид Драйвен решили, что хотят отказаться от привычной цепи заднего переключателя и кассетного кластера. В качестве замены привычной всем конструкции использован приводной вращающийся вал. Полтора года инженеры трудились над тем, чтобы создать трансмиссию с потерями на трение менее 1%. То есть готовый продукт должен был иметь 99% эффективности при передаче мощности гонщика заднему колесу. В июле этого года на выставке Евробайк разработчики наконец показали трансмиссию, которая доказывает. Им удалось добиться поставленной задачи. Создатели утверждают, что благодаря новейшей трансмиссии можно крутить колеса в полтора раза эффективнее по сравнению даже с самыми навороченными и продвинутыми современными велосипедами. Чтобы добиться такого результата, было сокращено количество точек трения, проведен тщательный подбор подшипников и смазки. Примечательно, что сама концепция вращающегося вала не нова и используется в автомобилях. Однако все попытки приспособить его для велосипеда раньше терпели крах, так как возникало слишком огромное трение. Решением, которое наконец позволило решить эту проблему, стал круг из подшипников, который вращает всего одну звездочку вместо пяти и даже семи. DING Bike Lights С каждым годом все большее количество людей решает использовать велосипед в качестве основного средства для передвижения. Однако из-за огромного количества автомобилей на улицах города езда в темное время суток может быть небезопасна. DING Bike Lights помогает решить эту проблему, так как представляет собой простой, но эффективный девайс, значительно повышающий безопасность езды. Для освещения дороги девайс использует LED-технологию. Два луча света, направленные вперед. Еще один дополнительный направлен вниз и освещает дорожное полотно под велосипедом. Статистика показывает, что две трети аварии с участием велосипедистов происходит, когда автомобиль поворачивает и случайно наезжает на велосипед. Причина такого явления — стандартные огни, которые светят только вперед и назад, из-за чего сбоку велосипедист в темноте практически незаметен. Именно для этого DING оборудован дополнительным лучом света, освещающим Землю. Такая технология делает велосипед заметным с любых углов. Прямой луч, светящий вперед, имеет высокий индекс цветопередачи. Его цветовая температура составляет 5600 кельвинов. Это что-то среднее между люминесцентной лампой белого света и стандартным источником дневного белого света. Его мощность равняется 400 люменам, в то время как мощность нижнего луча — 150 люмен. Купить девайс можно по цене от 70 долларов. ZONE DPMX На создание девайса, который вы видите на экране, в общей сложности ушло около шести лет. Перед разработчиками ZONE DPMX стояла задача создать измеритель скорости, который был бы комфортен для носки, компактен, надежен, а кроме того имел доступную цену. Получившийся в итоге девайс является первым в мире измерителем скорости, который крепится к человеку, а не к велосипеду. Устройство состоит из двух частей, соединенных между собой. Верхний датчик крепится на верхнюю часть кроссовка велосипедиста и измеряет каденс — это число оборотов педалей в минуту. Нижний крепится на подошву кроссовка и представляет собой откалиброванный датчик, задача которого — измерять силу нажатия на педаль. Таким образом, девайс измеряет скорость вращения педалей и силу нажатия, а затем передает полученные данные на велосипед, если он оборудован велокомпьютером. К примечательным особенностям девайса можно отнести небольшой вес — всего 44 грамма, что позволяет велосипедисту не чувствовать его на ноге. Кроме того, Zone DPMX — водостоик, способен работать в широком диапазоне температур — от минус 10 градусов Цельсия до плюс 60 градусов. После подзарядки способен работать около 15 часов. Существует две версии девайса. Zone DPMX Single крепится на левый кроссовок, а Zone DPMX Dual — на оба. Стоимость первого около 450 долларов, второго — 900 долларов. BitLock Перед вами электронный умный замок, который не только обезопасит велосипед от злоумышленников, но также позволит навсегда забыть о ключе для замка. На первый взгляд, внешний BitLock практически ничем не отличается от традиционного замка для велосипеда. Тем не менее, различия есть, так как функцию ключа в системе выполняет смартфон. Чтобы начать пользоваться BitLock, придется потратить 140 долларов и скачать специальное мобильное приложение. После его активации разблокировка происходит автоматически, как только хозяин подходит к велосипеду. Приложение отправляет на замок сигнал с помощью Bluetooth, поэтому девайс как будто бы узнает своего хозяина. Помимо этой самой главной функции, BitLock имеет и множество других. Например, разблокировать замок можно, не подходя к велосипеду. Это делается через мобильное приложение. Также BitLock позволяет всегда быть в курсе, где находится припаркованный велосипед, так как отслеживает его местоположение с помощью GPS и показывает на карте. Устройство оборудовано аккумулятором, заряда которого хватит приблизительно на 5 лет автономной работы. Чтобы пользоваться замком можно было круглый год в любую погоду, он устойчив к перепадам температур и воздействию воды. Bar Stow System и Minibar Компания Mineral Design разработала способ всегда держать под рукой инструменты для велосипедной цепи, а также компактные биты. Устройство Minibar представляет собой компактное портативное хранилище для 6 бит стандартового размера 60 мм. Чтобы хранилище случайно не открылось во время езды, оно оборудовано двумя мощными неодимовыми магнитами. Инструмент, идущий в комплекте, являющийся частью хранилища, имеет три места для прикрепления бит. Два верхних для выполнения крутящих моментов и нижний для закрутки болтов. Чтобы продемонстрировать отличные показатели надежности и компактности, инструмент изготовлен из легкой сварной стальной трубы. Длина устройства Minibar составляет всего 97 мм, а ширина – 33,5 мм. Таким образом, он практически не занимает места. Bar Stow System – это инновационная система, позволяющая хранить инструменты прямо внутри велосипеда. Выжимка цепи с интегрированным соединительным звеном умещается в руль велосипеда. Таким образом, велосипедисту не нужно думать о том, чтобы брать эти инструменты на всякий случай с собой. Они всегда находятся под рукой в легком доступе. В комплекте эти два устройства стоят около 60 долларов. Maglock Bike Pedal Перед вами инновационные магнитные педали, предназначенные для установки на горные велосипеды. Многие велосипедисты, занимающиеся горной ездой, используют контактные педали, так как они позволяют значительно повысить КПД кручения. Однако у традиционной конструкции есть ряд определенных недостатков. Нужна специальная обувь, причем зажим в ней достаточно быстро забивается грязью и пылью. Кроме того, некоторым велосипедистам банально неприятно сама идея пристегивать ноги к педалям. Maglock способны заменить контактные педали и не обладают недостатками, перечисленными ранее. Для удержания ноги эти педали используют специальные магниты. Они легко чистятся, нужное положение ноги находится за считанные секунды. Устройство сконструировано таким образом, чтобы легко отсоединяться от ноги. Это делает падения более безопасными. В комплект входят специальные клипсы, совместимые с любыми моделями велосипедной обуви. При этом хозяин сам выбирает, насколько крепкая связь возникает между педалью и ботинком. Стоимость таких педалей — 110 долларов. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова